Всего в конкурсе, инициированном в этом году личным мэром города Черкеска Русланом Тамбиевым, приняли участие 49 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Оригинальное соформление витрин, торговых залов, их световое решение оценивали члены специально созданной комиссии. В ее состав вошли руководители нескольких отделов мэрии Черкеска, заместитель председателя городской думы Инналь Гашоков и первый заместитель мэра города Черкеска Ахмед Пхешков. Члены комиссии посетили объекты, заявившие о своем участии в конкурсе, осмотрели предприятия общепита и торговли, побеседовали с сотрудниками и посетителями магазинов и кафе. Предприниматели постарались оригинально оформить не только витрины, но и залы, чтобы создать уютную праздничную атмосферу. Конкурс проводился в целях повышения культуры обслуживания населения города, а также в целях украшения города к новогодним праздникам. Победители и призеры конкурса были определены на заседании комиссии, которое состоялось на следующий день после осмотра объектов. Каждый участник заседания высказал свое мнение. И, надо сказать, голоса членов комиссии разделились. Выбрать лучший объект было непросто, так как многие участники конкурса хорошо подготовились и были достойно представлены. В итоге победители определили в двух номинациях – «Лучшее оригинальное новогоднее оформление» и «Лучшее комплексное новогоднее оформление». Члены комиссии к тому же условились о том, что подобные конкурсы будут проводиться и в дальнейшем. На предыдущем совещании комиссии прозвучало предложение, чтобы вот такой конкурс действовал в течение года. В какой форме он будет действовать? Приуроченный к каким-то мероприятиям или вообще будет действовать? Давайте поработаем в течение месяца свои предложения сделать и внесем изменения в постановление или в положение о конкурсе. Спустя несколько дней все участники конкурса были приглашены в мэрию Черкеска. Наступила торжественная минута награждения. Третье место в номинации «Лучшее комплексное новогоднее оформление» было присуждено ООО «РИЦА». Яркими огоньками гирлянд в эти праздничные дни засиял и супермаркет, расположенный в центре города, и оздоровительный центр с одноименным названием на окраине. По достоинству была оценена новогодняя иллюминация кафе «Цезарь». Генеральный директор фирмы Султан Егизов получил диплом второй степени. Надо отметить, что владельцы кафе не пожалели сил и средств, чтобы создать отличное настроение своим посетителям. В новогодней иллюминации утопал и фонтан в центре двора. Оригинальными гирляндами были украшены все деревья возле кафе на его территории. Обычно, как всегда, украшали, но в этом году мы чуть-чуть улучшили это все. Так как город сам по себе, каждый год и каждый день все лучше и краше. Поэтому мы решили тоже кафе «Цезарь» настроить под этот лад. А что у нас получилось, это уже только горожане должны, которые будут приходить к нам, смотреть, отдыхать, ну и обедать. Большинством голосов в конкурсной комиссии первое место было присуждено кафе «Верона». Оригинально была оформлена не только прилегающая территория кафе, фасад здания, но и залы. Атмосфера праздника чувствовалась в каждой детали интерьера. Многочисленные фигурки Санта-Клаусов, снеговиков, героев диснеевских сказок, пушистые елки в центре зала и на окнах – все здесь создавало ощущение праздника. Нам очень хотелось создать новогоднюю, праздничную, уютную атмосферу для наших гостей. Хотелось, чтобы они почувствовали здесь себя как дома, чтобы наше кафе нравилось всем, и взрослым, и детям, чтобы здесь все чувствовали себя уютно. И хотелось бы поблагодарить администрацию города за такой интересный конкурс, за то, что что-то новое придумывают, вводят такую конкурсную эстафету между кафе и вообще всеми заведениями города. Очень интересно, было очень приятно поучаствовать в таком конкурсе. В номинации «Лучшее оригинальное новогоднее оформление» третье место разделили – магазин «Континенталь» и «Оранжевое небо». Второе занял – магазин «Леди люкс». Победителем в этой номинации был признан магазин «Мегалюкс». Прежде всего, это наша работа. Мы очень любим, в принципе, все праздники. Естественно, мы очень любим Новый год, потому что мы, например, считаем, что в жизни у людей должны быть чудеса. Иногда чудеса мы воспринимаем просто за какую-то случайность, а в нашей жизни это все-таки чудеса. Поскольку сейчас достаточно сложно в стране, мы просто обязаны это делать, поэтому, конечно, да. Мы любим украшать свой магазин, мы любим наших покупателей. У нас очень много детей одевается, они любят праздник, они всегда ждут, готовятся. И мы очень рады сделать и нашим жителям приятное, и детям, которых у нас очень много в новогодние праздники. Все приглашенные в мэрию предприниматели были отмечены грамотами. Благодарственные письма будут направлены и тем владельцам кафе, ресторанов и магазинов, которые не подали заявку на участие в конкурсе, но оригинально оформили свои витрины и торговые залы. Фатима Куршева, Миха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.